Так, если Господь благословит, говорим, то сегодня ночью приедут первые поселенцы. Где-то я не вижу Бога Серафима. И Господь дал сон, она видела две лозы виноградные. Никакого секрета тут нет. И она говорит, я считаю, батюшка Савик, первая лоза, это собирается Алексей, а вторая вот эти люди. Мы ничего не знаем, она заранее видела это, пришла и рассказала. И мы должны быть благодарны Богу, потому что написано, и старицы будут вразумляемы с нами. Вразумляемы. И если это так, то сегодня ночью люди приедут. Она пока одна, но приезжает с сыном, с начатами, поближе познакомьтесь. Потому что нам намного легче, мы уже обжились здесь. Мы эту усадьбу постарались привезти, хотя бы войти можно было, лишнее убрали, порубили. Ну, ровно неделю там пробыли. Поэтому приготовиться, чтобы ночью встретили, а завтра уже мы увидимся. Как Господь позволит. И вы знаете, как ее звать? Татьяна. Которая крещение нынче принимала. Это по Божьему промыслу. Так Бог делает. Ну, мы должны просто принять. И если человек этот обращается, зачем-то какой-то совет дать. Вы уже заранее выпросите, что Бог вам положил на сердце добрый совет. Может, не знает, как садить там что-то, но я не знаю, что. Не поднимать не надо, Нестор. По земле волочите. Так легче. Вот мы находимся. Бывший дом Малютиных. Которые сейчас у нас во Францию уехали. Это сегодня у нас 31 июля 2014 года. Сюда приезжает еще одна сестра. Вот так сюда вот. И ограду всю освободи. Малину не трогай. И где нужно, там подгороди. И вон тут усадник пробей. Там крышовника немного оставь. Это твоя ограда до угла. Потом повернешь. Ограда не окончена. От угла до угла. Сумненько пройти как можно. Протоменько верну. В последнее время тут никто не жил. Этот дом перепродавали. Первый хозяин уехал, съехал. По требованию деревенского совета за беззаконное деяние. За безумное прямо деяние. За которое еврейский народ по закону уничтожал этих людей. И по мусульманским законам они достойны смерти. Но у нас у христиан другие. Сделали, никак не хотел уходить. Безобразничал. Хулил все, что есть только здесь. И сделали крестный ход. Его на следующий день Бог вымел отсюда. Страшно упорный. Безобразничал ни конца, ни края. Ни суда Божьего, ни человеческого. Человек не боялся. Ушел к баптистам. Там побыл с отделенными, с группой куда-то ушел. Потом совсем никуда. То есть, кому ты такой нужен? А было время, какое-то деревцо тут надо было. Ну, у нас в деревне по разрешению. Это клен. Клен это сорное дерево. Березку. Батюшка сказал, нельзя это староста разрешает. Он прямо перед батюшкой плюнул. Не должно сказать, передохнут все лапки на. То есть, обезумел окончательно. Батюшка говорит ему, ты все плевки соберешь потом. У него вся та так и была. Самому лютому врагу не пожелаешь, что с ним случилось. Ну вот. После этого перекупали одни люди. Они во Францию уехали. По разным причинам здесь. И вот сейчас одна душа желает тут быть. Но она одна женщина, пока одна. Пока дети там учатся в институте. И говорит, мне с кленом то не поправиться. Да и не надо. Мы вот сегодня пришли первый день. Сегодня 31 июля 14 года. Четверг. Ну вот. Пришли вот Сергей Пупков. Вот здесь. Володя снимает Пащенко. Я пришел. Витя там пока занят делами, документами. Нынче в семинарию подает. Вот. Так. Не нам необходимо это просто. А дальше будет видно. Ну прорубается все. Колодец. Хороший. У него мать. Работала большим начальником. Это бухгалтерия. Ему все сюда везла. И он ничего не оценил. Всех подставил. Вот так. Ну тогда вот упала. Сверху тут была. Надо было убрать сегодня. Чистить то будут его. И вот все это вытащится. Все. Колодец говорит. Хороший был здесь. Он пасеку держал. Все погибло. Все погибло. Кажется у него тут корова была. Еще только не было. Мать все это. Мать валила. Все абсолютно Бог отнял. Все. И дар его пуст. 108 псалом прямо. Читай его и плачь. Ну в моей молитве он постоянно. Как отступник. Несчастный человек. Не вменит ему Господь на суде Божьем. Чтобы его Бог нашел. Эту печку надо делать. Все кирпичи размокли и прочее. Их надо на сементе делать. А делали на глине. Ну и делал я ему печку. Сестра-то больно хорошая с ним мучается. Так. Ребятишки все куда попало пошли. Ну. Все в Божьих руках. Вот сейчас. Начинаем территорию. Хоть немножко немножко привести ее в вид. Это все надо убирать. К колодцу тут. Навозить глину. Приподнять это все. Чтобы создать глиняный замок. Чтобы вода туда не попадала. Ну это мы знаем. Там второй домик. Он уже позже был построен. Там пианино стоит. Это все можно отделать. Утеплить. И это нормально. Делали как летний ход. Летний домик. Вот сегодня только пришли. Мы несколько часов. И уже с улицы идут. Люди видят, что что-то здесь делается. Тут батюшка каждый год выкашивал траву. Чтоб пожара то хотя бы не было. Ну сейчас вот сушняк надо все это убирать. Конечно работа это мужская. Мы будем стараться как-то помочь. Ну а остальное что тут. Очень удобно. Большие тополя стоят. Я не знаю. Здесь в деревне кажется самое удобное место. Здесь можно виноград что угодно разводить. Защищенный от ветров. От всего. Целая аллея старых огромных тополей. Прямо таки огромных. Некоторые валили тогда здесь. Вон он где стоит. Смотрим два обхвата больше. Вот тут он садил что-то было. Еще сейчас уже толком то и нету. Вот так пошли дальше. На славу Божьей. Это первый день. Да я какой работник то. Никакой. Поясни. Маленько согреться. Для виду хоть тут за порядок присмотреть. Вот теперь надо вырубать. А как его вырубать? Тут сплошная стенка. Что он вырос. Куда не надо. Это клен. Вот. Хоть я и калека. Не человек. А ребятишки помогают. Работяги. Переделал. Это все обихоже. Это главное фундамент есть. Дом стоит. А тут круги круг. Кольцо называется. Но потом это выкорщивать можно. Все это мусорное. Все это делает человеческая рука. Потерявки еще час не настал. Когда люди найдутся. Которые не лгут. Не пьют. Не курят. Не матерятся. По какими то условиями не больно поселишься. Там кто-то пришел. Узнай там. Кто это пришел. Где же Васильев? Инспектор пришел. Проверяет как мы тут. Ну сейчас что говорит то. Маленечко только начали. Спотели первый раз. А простыхать будем в конце недели. И сколько крапивы. Надо рвать ее. Лопатой надо выкорщивать. Не косить. Ее надо выкорщивать с кожей. Да. Вот так. Ну Будь помощь Вам. Труженики. Ну что. Вот это третий. Солей-то заметно нет? Конечно. Сколько начали еще. Вот. Я обстрекался с крапивой сколько раз. Вот посмотри. Какой лопух. Вот сейчас я вот рублю. Как дерево какое. Да. Действительно. Дерево-то настоящее. О. Смотри. О. Лекарства-то сколько. О. Лекарства-то сколько. Японец бы тут разбогател. А мы его уже. Да. А вот это от мышей хорошо вот эти. Выше роста человеческого. Да. Ой. У меня рубашка-то сладенькая. Ой. Больно такая. Только пожалела бы. Ой Даша. Ну как же. Конечно жалею. Но как помочь-то. Ну как же. Я не знаю как помочь. Мне нужно пиджак такой надеть. Чтобы не про это. Я пробираю. Я вон сейчас руку ужаю. Рукой там взялась. Так прям не могу. Как тоже. Горит. Горит вся рука. Еще ничего не сделала доброго. А ужалится. Ужалит. Да. Бела-бела детки. Ну что Володя. Игнатий Таня звонил. Она хочет печку полностью переделывать. Что делать? Он там. Игнатий значит убирает. Угу. 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 Похожу лезьте. И делать трубу там. Которую мы показывали. Печку тоже перекладывать. Видимо придется. Вот что значит без хозяина дом. Все рушится. Все гниет. Все зарастает. Сегодня 1 августа 2014 года. Замок чугунный нашли. Чугунный. Он уже все, его уже не используют. Вот туда отнести надо будет стекло. Даша, а ты этот замок все туда носил, потихоньку. Ваня, помоги. Вон где доска стоит, а там дерево, прям туда за дерево. Тебя где вторая перчатка? Это тоже туда. Ну, это вот надо еще стекло. Осторожно нести. Тебя вторая, то где перчатка? Ваня, перчатка где вторая? Ты одень ее. Давай. Вот у нас Сергей Павлович Пупков тут работает с Нестором, дробот. Забор восстанавливает. Вот. Тут уже было все заросшее. Вот мы сейчас уже с Божьей помощью все почистили. Вот Ефросиня дробот. Вот Зачем тебе Ваня дробот? Давайте скорее сюда. Ваня, где ведро? Ведро мое возьми. Ага, возьму пей скорее. Да. А, будет арестное. Они там у меня лежат? Где лестница? Нет, нет, нет. Нет, нет. Нет, нет, нет. Нет, 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 нет. Вот Татьяна Кузьминична. Татьяна Кузьмина тоже работает здесь. Татьяна Кузьмина, ой, ладно. Давай второе ведро. Ваня, скорее давай, беги. Бегом. Это когда-то зола была тут. Новосел приедут. Давайте. Новоселам надо приготовить. Чтобы они могли хотя бы войти в заводец успеть отремонтировать. Крышу. О, дом давно стоял. Все, давай, подставляй. Поближай, пожалуйста. Ладно, поближе еще. Вот эти босы убирайте. Это дрова дымшая. Я терю, да? Большая канава будет. Там банка с гвоздями под лестницей стоит Где лестница на забор наклонена В банке большой Банка железная Бегом давай Тихо, тихо, аккуратненько Бегом бегает Молоток-то взял, иди неси гвозди сперва Давай, Крося, давай трудись, во славу Боже Давай за молотком Не подходи, там ничто Иди оттуда Берегись Отходи, отходи Новая поселенка ждет Надо подготовиться Давай Давай Посмотри, там какой же вал навалили Посмотри Что-нибудь подопчись наверху Чтобы он крепший был Вон на том валу Наверз Залез там, погляди Давай На земляной Какой вал навалили Молодцы Работяги Аккуратненько, аккуратненько 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 Послушай, Аня проявляй На земляной Аккуратненько Ну, вот приготовим Домик такой отличный Там чистенько будет Чтоб уже приехали И уже чисто было Володя А вот этот запор мне надо взять Чтобы вот это все перерубить И печку затопить Проверить Как она пропится Ну, все сделаем Не беспокойтесь же осина грязи поскольку ничего по милости господне как-нибудь мы это все уберем уберем помаленечку и будет хорошо надо еще одну кровать принести потому что одной хай они же приедут двое что не вдвоем здесь таки здорово поместятся что тут свет есть свету то нет конечно сейчас помоемся шторки повешен там святой уголок будет у нас там святой уголок иконы принесем понятно понятно все иконы принесем все что готовы вытащить и выхлопать его сейчас 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 подождите на войне старой работой на работой руки судорогой с него у нас у нас у нас у нас Вот Володя Пашенко Сергей Пупков Только что Разбитый Бетонный Бетонное кольцо Перестригли его саперными ножницами Ребята тут помогают Так, ну все Инструмент собрали? Вот, колодец весь заилил Надо будет заново все делать Вот он Четыре конца Ну все, вокруг Выбрали Глиной засыпали Глиняный замок, чтобы вода не проникало Сегодня очень хорошо потрудились Ребята, вот в эту сторону Загородили сеткой, рабицей И всеми отходами Вот здесь сколько было Засушенные сливы И вишни сказать Ну все До туалета И дальше, вам видно, это Около метра И метр ширины Вот такой бруствер создали вокруг Это были дрова на улице Полностью сатлели Ничего, кроме мурашей тут нету Немножко отобрали для хозяев Которые по суше Вон там проще идет Вот тут ванилы Это место выскочить Сейчас дровать ребятишки у меня Остались тут Должен, второго лагеря закрывается Ну, второе, получается Суббота Так что Остаются они на воскресенье На понедельник И во вторник утром Молочники их Должны забрать Ну, мне матери сказали Она сегодня, Настя, звонила Ну, говорим, что Фросю отправил А хлопчиков еще оставим Пусть они тут побудут Их помогают они хорошо Вон там Ваня Тоже дробот Вот-вот убирает В комнате Надежда Васильевна готовит Согнулась старая Я вчера едва-едва разделся Намучился А что тут, считай Соро дней просидел Как в духовке В жаре недвижимой Это атрофировались все органы Слава Богу Вот для новоселов Видишь, как хорошо Тут домик раньше приобрели Тут лет 15-20 Никого не было Да Ну, а теперь Грязь тут Родна здесь Ты посмотри, как хорошо-то Ну, вот тут видно, что Мебелированная комната И мебель здесь И все Селила кровать Вот Татьяна Она Лензина-Новикова Приедет Вот даже Там какие-то часы Готовы Все Готовы Ну, что тут Печка, руль Голанка Это я делал Когда-то Такое, что есть Слава Богу Это все Так Во Тут можно подскользнуть Все упасть А тут и банька есть Еще банька Это Требуется тоже Посмотреть, что там есть Ой Поясница Не дает Смотрим Это место очень удобное Рядом Огромные тополя Растут Вот Это летний Тут Домик у них Тоже надо бы Все обделывать Все Крапива заросшая А крапива тут Ну, два с половиной метра Наверное, высотой Жгучая крапива А это Олея Тополей Громадная Два охвата тополя А это все Заросло Кленом Ну, вот Мы решили Втроем Да и ребята Еще трое Помогают Вырубить тут Подготовить К зиме Это я подхожу К бане Ну, все Баня как в бане Света, конечно Тут нет Обидно, что тут Полок Вот Бачок Кто трудился Тут делал Спаси Христос Камень Каменки Там Русские люди Хлешут себя Березами Вениками Вот Вот Смотрите Вот я Как бы издаля И показываю Тополя Какие Веди В облака Уходят Огромные Огромные Тополя Просто огромные Я не знаю Мерить Сколько тут Ну, думаю 35 метров Это больше Может Рядом тут пруд Вот как домик этот Выглядит Вот она Ее приобретает Тут Внутри двора Все захламлено Ну, мы Второй день Маленечко Вот я обхожу Володя Паченко Сделал две лестницы Лестницы С той стороны Ставить И на крышу Потому что Труба Попорчена Вот ребята Тут Крыжовник Нашли А те Уродовица Вываливают Вырубают Клен С корнем Чтобы не было Сначала Спилили Срубили А эти Что? Крыжовник Тут немножко Ну Зеленые Слопают Все Это как У Лескова Он Батюшка Он Бачка Там Кто он Искимос Или Кто Бачка Когда Лопать Будем Вот Они Видите Как Осторожно Володя Смотри Ну А ломиком Нельзя Пошевелить Ну 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 Вот 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 Я Буду Рядом Это Ахать И Как бы Помогать Охота Помочь Все Тащи Туда На Спалку Ну Богатырь Маленький Человек Упорный Сильный Ой Дом Был Давно Заброшенный Стоял Больше Десяти Лет Так Вот Воротся Готовят И Обрабатывают Вот Нестор Помогает Дяде Сереже Вот Сегодня У нас Пытались Из колодца Что-то Вытащить Доски Ну Не смогли Счастье Вытащили Колодец Он там Сейчас От веревки Привезем Багром Поднимем Что-то Засыпить Вот Ворот Двери Не закрываются Перекосило Ну Володя Пашенко Тут Продолжает Я зайду Туда Гляну Что-то Ну Что-то Говорить Плохо Светится А ну-ка Шторку Эту Попробуй Скинуть Свет Туда Задвинь Дальше Это Местница Такую Мы Сделали Медвежью Вот Так Попробуй Чтобы Свет Был Ну Вот И Не Что-то Закрывать Никого Нет Закрывают Жириновские Шторки Не любят Он Говорил Надежда Васильевна Уже Похозяйничала Вот Так Пешку Мы Отремонтировали Еще Не Побелили Электричество Только Подсоединить Счетчик Привезут Ну Вот Так Уже Кольщику Поставили Приедет Столик Стоит Ну И Передний Угол Красный Угол Вот Поставили Шкаф Было Б еще Ложить В этот Шкаф Коврики Постелили Хозяйка Приедет У нее Уже Что-то Здесь Будет Видишь Как Хлеб Зарабатывает Вот Так Работают Китайцы Поэтому Они Так Успешны А русский Человек Сегодня Думает У меня Все Достаточно Куда Ни Пойди Все Какое-то Иностранное Своего Ничего Нигде Нет Вот Так Сегодня 4 августа 2014 Года Вот Здесь Мы Находимся У дома Приезжает Тут Одна Сестра Это Поселок Потерялось К маму Таскарю На Алтайского Края Вот С Барнула Дом Себе Покупает И Хочет Здесь Поселиться Мы Решили Тут Прийти Помощь Тут У нее Заросшее Все Кое-что Уже Конечно Убирали Там Печку Вычистили Трубу Восстановили У печки Сейчас Вот здесь Борьба С крапивой Идет Иначе Лапкин Костит Траву Вот А Сергей Павлович Пупков Работает Тут Гниль Всяку Убирает Складывает Вот У нее даже Шапка Вся В липучках Вот Это Мы уже Территорию Убрали Все Колодец Очистили От досок Осталось Только его Вычерпать Все Конечно Подгнивало Потому что Ничего сложного Не было Все на земле Валялось Как говорится Не уезжали А убегали Можно сказать Сорняк растет Бурно Черта Из груди Выстакивает Непривычки За 40 дней Просидел В духовке Путешествий Сейчас Главную крапиву Собьем А она Клен Прочее Клен вырубить Корни Выкорчевать Из земли Теперь Корень крапивы Весь Выкорчевать Ну и Все Соскрести Убрать Разровнять И место Будет готово Для посадки Сейчас тут ничего нет Вот посмотри Посмотри Это все кленом Это сорное дерево Все абсолютно Затянуло Все здесь Даже протянуть Скажется Вообще невозможно Но Тут помаленьку Падает трава Слышка И коситься нельзя Внутри камни лежат Вон такая Груда камней Из-под травы Блоки Что-то строил Не достроил Бросил Ну бросил Причины разные бывают Не вина может быть Даже Уехали Последние хозяева Во Францию У нас что-то Вот я подумаю Так Настолько люди хорошие Вот здесь напротив Жил Значит он Уехал в Германию Рядом здесь В Грецию Марина Это Олег Уехал в Германию Наталья В Америку Здесь жила Малютина Во Францию В Голландию Сначала Здесь или уж Очень наши люди Востребованы Или у нас Настолько плохо Они знают Куда на край света Бежать Лишь бы тут Больше никогда не быть И ничего этого не видать Ну За них отвечать я не буду Пусть они сами решат Однако мы на свободе Вот сейчас находится 4 августа 19-го года Видишь как умно Все было сделано Когда-то Если бы человек Кто жил здесь Здесь жил именно Человек Который Нарушал Все уставы Моральные Религиозные Ушел Веритики То есть Самые Грязные Грехи Дел Ну Не покорялся Сделали крестный ход Один человек был Даже священнослужитель Ну родственник Он ему Ему с вечера сказали Ты отойди от него Иначе крестный ход Идет по переулку По краю огорода И мы его закончим здесь Это как ерехонские стены Падают Крестные ходы Для одного Были придуманы Не придуманы А даны Когда Иисус Новин завел Ерехон У нас именно В этом плане Он крутился Крутился Дьякон Спал на колени Тогда Простите Тогда все Тогда его дом Оставили здесь Но Господь без наказания Не оставит Наказал еще страшнее Потому что Приходится уговаривать Отойти от грязного Безнравственного Человека Который все Развращает А деревня строилась На принципах Христианских Православных Старинных Благочестивых Обычаях Вон видишь Какие блоки Серьги откидывает Вот сначала Я обкосил Маленько А теперь определим Куда эти блоки Вытащить Нужны они Не нужны Это возили их Здесь видимо Был разъезд Построен Убрали Вот сейчас я обкосил Все это Сейчас пойду Маленько подальше Работы моря Поселяется пока Одна женщина Одна Какая она нибудь Ей здесь не поправится Просто Она приедет сейчас Выровненный огород Она видела Этот сорняк Видела деревья Вдруг ничего этого нет Она очень благодарная Как звонит Мой духовный отец Да кого я отец Я просто знаю Что Свет это хорошо Тьма плохо И нужно проповедовать От смерти в жизнь Вот здесь была смерть 21 20 лет нашей деревни не было В 72 разрушена В 1991 Батюшка приехал первый Потом Виталий Устин А потом Помаленьку Помаленьку Глаз прокатился По России 1500 заявок было Эта деревня была бы настоящая На них мы ответили Кажется трём Положительно А остальные Из трёх Один остался Двое кажется уехали Один по порокам своим Пока Ваня Ваня принёс попить Поставь пока Ну а как тогда Где кто с этими людьми Людьми заниматься будет Ну это их дело Где Это наш дресс-код Даже для жизни Мы люди поселяли Знали Что нельзя пить Курить Материться Воровать Лгать И всё это они подписали Они нарушили договор Им предложили уехать И как только крестный ход Тут завершился Говорили ему Дёгтем обмазать Двери Чтоб все видели Я говорю Ничего не надо делать Надо только молиться за него И совершить крестный ход Совершили крестный ход Он буквально к вечеру Отсюда вылетел Ещё издалека Там где-то там ворчал Пакос сидел Людей собирал А это уже ничего не Бог развеивал Даже праха не осталось Мощную группировку собрали Против меня Три уголовных дела Было возведено Это по лагерю И они везде участвовали В поганых статьях В составлении фильма Против меня Против меня Ну а попутно Против деревни Ну и осенью Я потребовал из них Как говорят Сатисфакции Извинения Они не пошли Я подал в суд Три процесса Все полностью выиграл И Бог совершил Такой разнос Что в щепки разнёс Никого нету нигде Самое главное Кто писал статьи Найдены были мёртвыми Кто где Пропал Без вести Один бежал Нигде нету Ну а этот весь Измотался Живущий раньше здесь Видно что старался Делал Из тех кто был Около меня Это был единственный Человек Кто обладал Даром свола И потом только Стало открываться Он приезжал Где отдыхать И только об одном Думал Первый год Ещё пошёл Как бы вырваться Из-под нашей опеки А я никакой Опеки не делал Я ему Телеги Наверное Две полных Книг дал Брошюр Иди делай Радовался за него Он был близким Мне человеком Ну вот как Сатаниил На небе Поднялся Буду подобен Всевышнему Так и этот А для этого Надо иметь что-то А что иметь Рано вставать Вставал на 3-4 часа Позже меня Ясно что не успеет Ночная молитва Он понятия не имеет Семь раз В день на молитву Становиться Он и не слыхал Про это Фёжа Чтобы не разбились Побежи Лучи кидай Вот мы ощущаем Трое Ну там Нестор Еще один Ваня В субботу Нам помогал А суббота Нерабочий день Мы ему дали Выходной Понедельник Это бачка Нерабочий день Отец и аким Сейчас Да Сейчас Бачка Отец и аким Решил Топор Два Топор 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 Ну вот Вон какой Вымокал Норовенный Во Это мы берем Столбушки Вот в этот дом Заезжает Татьяна Новиков С Барнаула При Солиджевской Общине Вот она Такой он Хороший Кленочек Аблачка Думает Как Выше Спилить Это Не опасно Дерево Накомленное Солиджевская 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 Ну ладно Клиний Я Клиний Солиджевская Завелся Ну О, поднялся. О, поднялся. О, какая громадина упала, а спинь поднялась. Вот эту переделать наоборот, сделать так, чтобы они были пошире. Они узкие, поэтому они не держатся, не падают. Они когда будут пошире, тогда они... Сделать укосину, значит, укосина должна быть вот так вот сюда, они будут так, чтобы давила туда. Вот одну укосину сделать так. Дверь не надо, одну. Делать тогда не будет хорошо. Открывай. Здесь видишь, какая-нибудь эта... права-то уже перепуталась. Да и накоса у вас, значит, эта. Она не годится. Давайте отмётку я возьму её. Надо её отбить хорошо. Батюшка помогает новым поселенцам. Там баня. Видите, всё заросло крапивой. Дом. Раньше здесь жили малюкины. Крапива выше человеческого роста. Лопух вырос человеческий роста. Вот это да. Там, Нестор, иди на велосипеде отвертку, посмотри. Наш брат Игорь Глушков ездит с косилкой в Драхаре. Вот Надежда Васильевна куда-то в гости сходила. Сейчас возвращается обратно. Где-то вы уже икону взяли. Где-то икону взяли, говорю. Это вы в этот дом несёте? Ты пить хочешь? Пить? Ну, пить этот красивый. Ага. А, это дом иконы. О, слава Христу. Сейчас посвящать будет. Где-нибудь. Так, это делай. Вместо подкнули. Потом туда поверни. Что, отпадывает, да, место? Да. Надо новые гвоздики тоже брать. Не только старые подкывать. Красавица. Не только настоящий гвоздики, но иконы, сочетindung. Сейчас есть левый. Где-то. Планировать-то. Это левый. Продолжение следует. Наши гвоздики. Так же армейки. Ворота надо сделать, чтобы закрывались нормально. Сделали неправильно, пришлось переделать. Ребята, целый день отработан и сколько еще заборов висели. Как я могу себя показать усталым перед женой, когда пахана? Все, как батюшка напилил, теперь надо выбрать. Там еще ветла лежит, Игнать Ильич. Ветла там еще лежит. Я знаю, дорогой мой. Потом мы пойдем туда. Вот, видишь, попался двушку. Давайте. Я буду держать. А ты снимай. Я буду работать. Давай, молодец. Я держать только буду. Ого-го-го-го. Аккуратней ты. Это ничего не получится у меня держать-то. Вроненький, да? Вот, это мы сегодня все это готовим для новопоселенцев одних. Конечно, это бесплатно. Она додумалась прислать деньги. Теперь только назад ей. Сейчас заказали, чтобы счетчик купила и насос в колодец. Вперед, ребята, немножко, а то сильно давит. Назад, вперед, вперед. Вот так. О-о-о. О-о-о. Дальше там, видать, дом. Что надо? В конце батюшки. Там антенна, видать. Вот так. Ну, это шкурим их, подсушим. Это клен. Относятся к твердым породам дерева. Так, ну хватит, а то навось прогнет. Так, держи, я отойду. Давай. О-о-о. Я коренной буду, а ты престижной. Ой. Сегодня только понедельник еще. А что, на субботу-то язык вытянешь? А приятно. А в городе еще бы сидел-то. Телевизор смотрел бы. Больше ничего. Ну, если бы не веру, то, конечно, было. У меня в городе тоже находятся. Вот целый день сегодня. На пиздецах и рекурах. И творосом сделаем. Сегодня у нас 5 августа 2014 года. Вот наши коровки идут. Сейчас утро. Вот. Доброе утро! Это Людмила, она довольно отойрема. Барабаш. Вот идут пасти коров. Вот Игнать занимается забором. Ремонтом. Тут мы уже участок очистили. Гараж построили. Вы что, как съездили-то там? Вы заехали? Все будет благополучно. Все. Все довольны, рады, счастливы. Все. Николай звонил. Там мы все-то даже ради боли. Все. Все. Братья охраняли были стражами. Слава Христу. А сестры. Марфами. Они из Томска. В детском лагере были. Мы у нас в молитвенном доме были. Не молитвенном доме, а в храме. Ну и слава Богу. Овечки идут. Тоже по сути вместе с коровами. Вот. Вот награды выправы на своем дворе. А как ее выправить, если прежде не уберешь? Сейчас столбы заготавливаем. Это надо деревья найти подходящие. О. Пожалуйста. Столбы у нас из клёна и из ветвы. Ну вот так. Ветву посадим прямо в кужуре ее, в коре. И будем поливать. Она очень сильно прививается. Вот. А эти уже отещаем столбы клюна. Он плохо приживается. Наконец-то откроет. Что там смотришь? Как вертушка делается? Да. Откроет. Не закрой, не закрой. Сейчас не надо. Корову прошли. Уже не надо закрой. Все. Вот это у нас Несторд робот. Он мне помогает. Сейчас ветки будет таскать. Я буду вырубать тут вишню. Она расплодилась. А плодов нет никаких. Разросла свинья. Вот. А Ваня дроба тоже. У нас заканчивался лагерь 2 августа. Но они у нас еще остались тут. Помощники наши. Крудяги. Вот выкапывают крапиву с корнем. Иначе с ней нельзя было никак иначе по-другому бороться. А вы куда? Его. Его. Вон Ваня дроба у нас тут работает. Пытается все сделать. Вот. Вдоль забора укладывают. Весь всякий хлам. Траву. Вот. Еще впереди забор. Починка забора. Вот. Уже потихоньку с Божьей помощью у нас все продвигается. Все делаем потихоньку. Добрый день. Добрый день. А что вам солнце светит? Ну да. Да он. Вы помните прямо глаза. Этот батюшка тут пилил. Остатки остались и от дерева. Вчера батюшка пришел и спилил. Тут рядом клен створное растение. Готовим столбы. Ограду поставить. Как у меня написано. Ограду выпрать на своем дворе. Батюшка спилил еще и ветла. Ветла она очень живущая. Он говорит если ее польете она у вас вырастет. Он просто может сказал там это. Учли. Ну иди туда. Где мои ребята? Ну-ка давайте сюда тащите. Там пруд есть с той стороны. Вон там за деревьями. Где я направляю видеокамеру. Там пруд есть небольшой. Он наполняется каждую весну. Ну и дождями летом. А потом постепенно высыхает. Не наступайте. Обойдите вокруг вот этого. Нет так, нет так. Так. Сережа. Отойди помоги поднять. Постойте пока. Смотри чтобы не упало. Не пролей воду. Чтобы по стенке она не пополз. Ваня держи ведро то упадет у тебя. Так стоп. Теперь поднимать сверху. И на эту стенку чтобы не попало. А то. Вот. Наливайте воду. Вот они поливают. Это вот Нестор. Родные братья. А это Ваня. Вот она ветла. Ее такие листья видать. Вот тут столб поставили. Вот они его залили. Вот посмотри. Тут вода стоит. Мы сейчас ее пропитаем все. А потом начнем толочь. Но ты сейчас как раз и увидишь как мы это делаем. А вот у вас толкушка. Вот он. А вот толкушка. Теперь. Вот так вот сделаем сюда чтобы он наклоненный был. Наклонный. Теперь сверху они ребята еще польют. Одновременно это столб будет. А потом ее можно будет подрезать. И она ветла очень неживучая. Очень. У нас в купальне сделали. Ну раздевалку. Выросли три дерева. А четвертая была клюн. А там колокол повесили на распорку. Распорка это. И из каждой крестовины столбов выросли теперь деревья. До того интересно. Как говорит оглоблю посадить. Телега вырастет. Вот сейчас мы это все обиходим. Сергей Павлович копает. Только 60 сантиметров Сережа копай. Потом мы еще батюшку попросим. А сверху теперь мы вот это все обмажем глиной. Затянем целлофаном. Материей какой-нибудь. Если это будет столб, то он уже и гнить не будет. Но вырастет. Окна она не застилает. Она красивая. Листья длинные. И когда ветер гонит, то переворачивает листья. А с той стороны они серебристые. Вот она рядом растет. Вот это все ветла. Ну где-то там бывает ракета. Это все с родственной. Лакучая ива. О, еще есть. Толку, а она выступает. Ну что я тут не жить-то. Ясно дело, что хорошо ей будет. Вот ребята тут. Сейчас залью вторую яму. Вот смотри как это все делается. Сегодня у нас четвер... Пятая. Да? Да, 5 августа. 5 августа 2014 года. Ну мы ждем поселенцев. Вот здесь пока один поселенец, а там видно дальше будет. Вот посмотрим еще раз с Виктором, что сделали. Палыш топает, посмотри. А тут попадает червя. Так, это мелко. Палышку поставь. Давай. Это не пойдет так. Мерится по нижней части, не по верхней. Раз. Два. Ну вообще-то почти. Ну вот так, чтобы смотри. Вот здесь он встанет на верхний булгорок. Вот так вот. Чтобы она не была... Вот так. Маленечко еще выпери. И к ней тогда пригаду. Хозяйки нет. У меня нашли доски. Вот сделали крышку. Пожалуйста. Ну теперь... Не знаем, что с этим делать. Пока не решили. Батюшки посоветовали. Вот эти вот загибать. Значит тут вывалиться. Или под них прорубить. Я вот долоток принес. Вот. Молоток. Но это готовое уже сделать. Вчера замерили. Там вода. Это там 2,70. 2,70. Это надо ее выкачать. Потом опустим туда лестницу. Это раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть. Шесть колец. Это хороший колодец. И потом туда лестницу опустить. Все, что за эти годы там было. Вычистить до дренажного слоя. Это не дренажный, а там крупнозернистый. Ну тоже на дренаже есть. И вытащить. А тут вот это. Вон провод идет. И уже есть. Вон он на спине. Электрический. Включать. Сюда вот они. Вот наши хлопцы. И наступите на гвозди. Давайте. Выливайте. Вот они, труженики наши какие. А в городе что бы он делал сейчас в это время? А время еще 9 часов утра нету. Уже позавтракали. Уже работают. Вот они. А там наш пруд. Искусственно вырытый. Сейчас за ним мы не смотрим. А тут купались. Два метра глубины вода. Плод сделал. Плавали. На той стороне скамейки. Тут рыба. Рыбачили сидели. Это все с нуля. Ну наняли два больших катателлара. Или как называют американские бульдозеры. Там порченные работали. Сюда пригнали. Даром никто не делает ничего. Верхний слой плодородный отдельно убрали. А глину тоже можно даже показать. Пойдем-ка посмотрим. Вот. Если бы это были мы где-то в Германии. Мы бы один раз сделали. А мы уже раз шесть городим. Она взгнивает, падает. Мы все время в работе. Есть такая птица сойка. Она отруженится. Она шишки там зарывает. Но если шишек нету, она их перерывает. В другом место переносит несколько раз. Вот так. Можно отсюда даже попытаться посмотреть. Видно или нет гладь озера. Вон оно где. А пойдем-ка вокруг обойдем. Покажем. Вот. Когда-то здесь маленькая была такая, как бощежинка. Вот я бегал сюда пеленки стирал. У нас ребятишек много было. Но каждому доставалось водиться. И почему-то меня это всегда задевало. Ребятишки играют. А играть нельзя. Водиться надо. Кашку варить. Пеленки стирать. Я окошечко шипку последнее вырезаю. Вот эту шипочку-то. И к ребятишкам прибежишь. А он ничего. Ревет. Ревет. Кашки кормить надо. Маленький верхний слой. Ты себе возьмешь. Твердый который. Ой. Я-то написал батюшке. Только слышу. А ва. Выводит паки. Он священником из толпаки. Вот какая у нас ограда. Посмотри. Мы сейчас вокруг. Видите какая. Вон видно озерко где идет. Ох. Это пруд. И вдруг впервые в нашей местности здесь появились соловьи. Это мы. Здесь кажется 17 больших ветел было. С кворечниками. И вот приедут люди. Тогда помогали-то. Ну вечером засидятся. А я им говорю. Я за вами зайду. Мне надо спилить. А вручную пилить-то. Никакой техники-то. Ну а приезжали с университетов. Там такие люди важные. Я не знаю что они внутри чувствовали-то. Но все помогали. И мы ночью пилим. А батюшка скажет. Да ну же тебе это все. Ты еще тут. Ну ляжь отдохни. Нет мне покоя. Как песня поется. Мальчик утром встанет. Ветлы три лежат на боку. Их надо раскорчевать. А они вот такие вот. Ветлы. Вот такие вот. Тут просто. Я не видал больше нигде таких бетел-то. Ну и убрали. А потом тоже пни выкорчевать. А потом бульдозера пришли. И вот сейчас мы увидим как было. Вот. Затушливый год. Тут рана уходит. Потом нанял экскаватор. Экскаватор. Который пришел и углубил. Здесь пять колодцев кажется выкопал на дне. Но уже стало вязнуть. Оттуда тогда родители бьют. Вот мы сейчас подойдем. Это вот домик растет. Снегоносная трава. О. Надо же закрыто. Я прорубал здесь. А. Вон маленько подальше. Подальше. А ну-ка. Давай-ка выйдем. Может быть. Шагаем сюда. Показать как. Муря делается. Вот тут траншейка. Так. Тебе можно не шагнуть-то здесь? Тут как-то батюшка жил. Мы приехали ребята. На службу пойти. А траншею не видать она. Уже маленько подсохла в ней вода. Так грязь там одна. Да не грязь, а застывшая такая вода. Вот. Это мы сделаем. Это у нас раздевалка была. Ну и выросли. Небольшая вон которая дальше. И вон на кучу. Это куча большая. Землю сюда грудили. А плодородный слой в ту сторону. Видишь как. А это само наросло. Что-то садили мы. Это садили. А от них только отростки. Лишнее убрали. Вот. Одно время не стал голубям давать пить. Чтобы они сами прилетали. А то сидят они на крыше. Ленятся. Ястреб приспособился. Ястреб сядет. Сидит. Ждет. Когда они придут. Они. Если напились воды. То летят уже без одного. Он обязательно поймает. Они сидят. 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 И он сидит. Только они. Он на ветвях не ловит. А когда спускаются. В это время ястреб хватает. Ну тут рыбки всякое напускали. Потом я сделал плод. 144 бутылки под них. Полторашки. Полторы литра. Это было кажется 8 мешков. Ну и снизу такой же. И на него человека три свободно садились. Плавали. Там у меня скамейки. Плечал сделал. А из-за чего все началось? Я приехал как-то. И гляжу. Доска плавает. Я говорю. А что это за доска большая? Ну это вот тут жила Катя. Девочки. Она плавать хотела. Вот понимаете. Все знают. Катя хотела плавать. А Катя уже большенькая. Лет 10. Ну и все. Она никуда не поплыла. Доска одна. Что она поплывет-то? Перевернула да и все. Ну и на этом успокоились все. Трудно было доски. А я только привез доски. Обрезная доска. То есть ровная. Шестиметровая. Я сразу спросил Катя. Ты действительно это плавать хотела? Да. А что? Да ничего никто. У них 7 ребятишек. И никто ничего. Я сразу доски эти пустил на плот. Сделал. И сюда несу. Ребят попросил. Он тяжелый. Плавать. У него борта сделаны. Ну все. Держаться можно. И весла. А потом его на большой пруд унесли. А тут батюшка сидит с зятем. И сестра моя. Это за зятем которая. Вот Игнатий он все время найдет работу. Еще попало делает. А ребятишки вокруг меня горкутят. Тут как пчеловод какой. С пчелами то. А ты стал бы делать? Я. Никогда. Что? Рыбу ловить? Дело другое. Свинью вырастить. Он говорит. Вот в этом ваша разница. И мне только намек оследали где-то. Я его обдумываю ночью. Потом бегу скорее советоваться. Два-три советчика. И что лучше насоветуют. Я немедленно приступаю. Почему? Я боюсь кто-то вперед меня это сделает. Понимаете? Мне почему это всегда радостно. А дети тут сколько. Поставил старший над этим плотом Катя. Она за всем смотрит. Вон там там скамейка еще может даже осталась. Но это другие деревья пришли. Вот. И вдруг вот это озеро мы сделали. Где пеленки стирали. Тут такая глубина была. А теперь и глина. Это все на саман. Когда стены первые самана делали. Глины то вообще не было. Вот мы наверное можем даже здесь вылезти. Пойдем посюда пройдем. Это ребята сейчас воду таскают. Им надо плот сделать. Ну так где они. Ну в боем они утащат. Ни одному неудобно. Я подтащу где-то. Ну. Вот оно как. У меня в трубу было 123 споречника. Это были из валенок. Из сапог. Из горшков. Ну везде сделаешь как за вылазить там. Такая шероховатая. Что была поверхность дощечки. Из огнетушителя два с той и с другой стороны пробью. Один был у меня на шесть гнезд. Большой пень. И трехэтажный. По два. А тут вообще концерт. Пищи. Приезжали люди и смотрели. Это интересно. Вот что-то булькает Ваня пришел. Вон он видать его. Пойдем. Вот сейчас мы здесь выведем. Сейчас это заброшено. Тут ни одной палочки не было. Мы все приходили. Все. Когда она таяла. Ну это падает же ветки-то. Выщищали. А сейчас там никто не смотрит. Эти три года я вообще уезжаю очень далеко. с благовестнической миссией. А его даже видно. Вот оно. Дно видать его. Если посмотреть. Вода довольно чистая. Но это вода только дождевая, снеговая. Подписки в внутреннюю еду. Завилил эти пять колодцев, которые я копал. Ну на скватор нанимал. Вот так. А мне еще всегда вредили. А как вредили? Ну я допустим поехал тут. Километр 12-15 Кадникова. Директор знакомый. Я договорился. Давайте оплатим счет. Чтобы экскаватор. Он долго на ремонте был. Но он говорит только. Чтобы ему выпить не давайте. Он шофер-то. Он хороший тракторист. Но экскаваторщик-то. Но только попадет ему. Пропало дело. Ну и естественно. Что мы его угостим. Напоим водой. Ничего нет. И вдруг. Один из наших. Ни слова не говоря. Вот они доски там где еще. Потом ребята притащите. Пойдем сюда. Вот они похода вот сюда. Ооо. Ни слова не говоря. Он нанял его себе. Подошел. И говорит. Ты мне там. А у него одновременно был дозор. Как экскаватор. Копали. Ты подойди мне это сделай. Я говорю. Моего тракториста нету. А у тракториста то. У него другая программа заложена. Этот человек такой. Который уехал. Он чужой. Он невозрожденный. Плотской. Ну. Заверующего себя. Выдавал. Ну я не могу. Я сам не ангел. И он ему дал выпить. Он поехал. И машину опять угробил. Мне с директором этим работать. Он помогает. Помог. Коня выписал. Заплатили. Хороший человек. Игонин Валерий Григорьевич. Теперь он ветеринар всего района. Ну и что я скажу то. Вы же говорили что не будете подавать. Ну. Прости. Это все за углом у меня там делают. Вот такую вот козу подложат. И моргаешь после этого. Хорош? Ты старья все делаешь. Надо щипцами выжимать. Так не сделать. Она ее орвет. Там посмотри что она делает. Обеды. А щипцы-то делай. Дай мне. А щипцы-то делай. Дай мне. А щипцы-то делай. Все латает. Никогда не знал что вишня как хрен. Все полонило. Это Володя сумел только выработать. Выбрать ее всю. Вот к концу идет. Сергей тянет. Вот положи сюда корень корешкам. Потом ребята утащат. Так ребята тащите потиху помаленьку. Тащите. Там видно как мы ложили. Только выше ложите. Целые дни. Сколько дней Володя ползком. И бьет и бьет и бьет. Тысячи ударов. Ей невозможно. Она пружинит. Вот сегодня у нас вторник. 5 августа 2014 года. Это мы все на усадьбе заброшенные. Ее приобретают новые люди. Но пока их нет мы решили помочь. Вот уже четвертый день бьемся. До самого дома пространство свободное. Здесь все было заполонено как тайга. Оставили где яблоньки от араметки. Вот. Вот они видать какие они араметки. Воду только надо. Еще пройду маленько вперед. Показывать. Начал кирпичи складывать вот здесь. Вижу они из-под шифера вышли. Ну и крапива вокруг. Жалит руку. Даже вот видно какая-то. Оказалось оса. Небольшая такая оса. Одна жваркнула до вторая. Ну пришлось уважить их. Отойти их. У них там домик видно был. Вчера с Сектором Николаевичем до потемок мы делали покрышку. Вот подошли. Вот покрышка колодца. Ну вот прошлось на месте уже вырубать. Под эти тут проушины где. Вот установить этот столб. Вот куда будет штепсель. Сегодня уже сделали. Но был провод то старый. Мы его провели. Вот он идет к дому. Под шифер подходит. И вокруг дома как провал был такой. Сегодня пришлось поработать много. И засыпать. Так чтобы потом откос можно было сделать. Вот они уже ягодки едят. Эти хлопцы. Почему-то им кислятина это нравится. Они горькие. А вот когда осенью будет. Гранетки они очень витаминные. Я из них пастилу делал. Варили. Кажется 1 к 4 это сахар. Четвертая часть. И вареная. А потом размазываем ее. Сушим на улице. Ух какая она вкусная. И куда бы ни поехали. Берем ее с собой. Ну Володя не тысячи. Наверное десятки тысяч ударов сделал. Ужас только. Я несколько раз ударю. В плечах руки вывернутые. В локтях у меня вывернутые. Все. В должной помощи. Ну вот Господь помогает. Сергей Павлович там с тополями возился. Вот. Хозяйка что удумала то. Прислала деньги нам за работу. Ну мы не стали ломаться. Сказали что нельзя да и все. Мы это делаем для Господа. Если бы не Володя нам бы не одолеть его и за месяц. Он видит он как мураш. И долбит долбит как дятел в одно место. И у него чурки только отлетают. Его наняли тут в корченой селе. Так соседей сейчас спрашивают. Где ты взял такого? У него топор только мелькает из-за забора видать. Чурки березовые трудно там. А никаких он их. Он с ними на ты разговаривает. Не видя что маленький. Метр шестьдесят два. Маленький да удаленький. Мало золотник да дорог. А большая говорит Федора да дура. Вот сегодня у нас получается шестое августа. Электричество решили подсоединять. Сходили там где у нас подстанция отключили. Электрики то такие. Ни когти нет ничего. А лестницу сделали. Вот по лестнице брат Виктор полез. А уж кому лезьте тут решают сообща. Без электричества никуда. Майкл Фарадей думал ли об этом. Когда от пружинки с ума сходил. Как это повернулось в магнитном поле проволока. Он еще не мог понять. И объяснения никакого нет. Бедный замучился дому помешательства. А теперь что можно только молиться. Что помилуй его господи. Великое открытие он сделал нам. Ну все. Поберегись. Фактически сделано. По голове тебе не ударило. Виктор молодца. Это говорит татарину в Казани. Русский друг встретился и говорит. Христос воскрес. Ай Христос молодца. Эй эй эй. Эй эй эй. Затянулось. Слушай. Перехвалили. Это меня. Эта лестницу привязал. Видите? Голь на выдумку хитра. Это наверно и про нас. Вот так Ну а сейчас будем смотреть Какой свет Оказалось, что сегодня среда Меня не пустили в церковь Чтобы я тут натягивал веревки Но я отказался И так натянуто хорошо Вот, видишь, брат возвращается Конечно, он был выше к небесам Чем мы Ну что, закончено, все Благодарите Бога Все верующие Тебе слава за все во веки веков Аминь Слава Христу Аллилуйя Сегодня у нас 7 августа 2014 года Вот Игнатик начнет Работает с Нестором-роботом Пилит ступеньки На лестницу Говоришь, что делаем лестницу Да В колодец Вот идет Ирёма Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Это в колодец, да? Надо в колодец, да? Колодец отпускать Все лишь метровый И надо помещаться И черпать там глину Вытаскивать Это очень трудная Опасная работа Если душка оборвется у ведра И сверху хлопнет 4-5 метров Мало не покажется Может быть парализованным Потом помолиться Здесь она Это самая опасная работа Еще не знаем Днище есть или нет Ну-ка, вот я посмотрю Сейчас что? Сколько она у нас здесь? Постой-ка я оттуда замерю Самая блинная Вот она И ровная Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Ну вот так вот отпилим Почти 7-метровая лестница Сами делаем Ночью достали Вот это вот Аж курили утром пораньше Это деревня Тут надо работать самим Но уже нас без воды Никак не оставят Вон подойди Там вода должна быть качать Я отошел Вот вчера насос опустили Вот он, смотри Вот этот шланг продают По левой поливочке Там брак стопроцентный Перегибается как Ну вот обрезали его Чтобы Вот вода течет Покажи сюда Видите как? Все самостоятельно У кого здесь уже был Раз Раз Два Три Четыре Ух Насколько Надо все время смотреть Уже рядышком Уже где-то недалеко Да Поэтому надо сейчас Я вот здесь Приспущу его Маленько Это Вениамин ничего Приспущу его Когда выкачиваем воду Тогда полезем туда сами Лестницу опустим Вот Чтобы не привязывать Не ломать здесь Вот так вот Немножко Рап И вот это вот в натяжку Чтобы она не гретела И главное Начала когда работать Гляжу везде это Дрожит Проседает Глина Вот пожалуйста Все проведено Это вчера На стол белом Покажи где вчера делали Видите А было Сережа держал Я снимал Это надо было Отключить Электричество Это абсолютно все Должно человек Вот смотри Довольно Ну Хорошая Это сколько метров Четыре Ну Четыре Ну Четыре с половиной метра Напор бьет Вот надо выкачать воду И там Которая За эти годы Няша была Высыпать Но если дна нет Это надо до конца Дело И по одной доске Подводить Это трудная Большая работа Раньше Павел делал В прошлый раз Когда делали Ну Кого посадить Если оборвется Убьется Ну я доказал всем Что я самый Подходящий Кандидат Эти молодые ребята Жить то жить А мне 75 лет Чего уж Ты стать Упадет Рядом с Сергеем Козловым Положит Вот Надо подходить Все время Смотреть Когда в насос Вот Еще есть Еще есть Вот Выкачиваем Уже Выкачиваем Сантиметров 60 70 Вот Она идет Куда идет Да идет В землю Вокруг сделали Отмостку А это вот Развешали Это одежа Не сушится Это Ветлу Она очень Прививается легко Ну и ямки Выкопали Для столбов Чтобы задержать Ограду-то мы выправили здесь Ну и Воды туда залили А здесь Чтобы не Сохло Глины Намазали Салфаном А чтобы Салфан на солнце Не портился Одежи прикрыли Видите как А вот Лестница Вот она какая Видите Сколько Это сделана лестница Она уже много лет У нас в лагере лазится Но это поменьше Маленькая Ну тоже метров пять Но широкая Надо узенькую сделать Тут неаккуратно Разгружали Погубили Вон там наверху Делали На старую лестницу Не понадеялись А новенькая Вот Пошли Вчера Попросили батюшку Срезать Которые наросли Эти Клены А в одном месте Там оказалось Гнездо сильное Бросились Воросыпнуем Ну днем Значит так Вооружить человека И ударить лопатой Это гнездо разломить А утром Рано подготовил Сейчас Сергей пошел И водой Горячей Сергей уже там работает Вон он Ушел Подойди к нему А не с Иваном Где он неправильно рубил Надо до конца Чтобы До конца Вырублено было Нигде Чтобы бутыльки эти не торчали А потом поговорим Если все обойдете Вокруг Вон тот самый Клен Который не смогли Сейчас распилить Осы были А сегодня мы уже с ними Расправились Появились Друг шершни Шершни Это кто не знает Я просто показать могу Подойди Вот Это огромные Огромные Такие Как пчелы Вот они Это гнездо у них было такое Смотри какие Это они маленькие осы Сверху сбросили Один раз меня сюда жваркнуло Так это где пять Наверное горело и болело Не знал чем Как Ну а как их избавиться то Узнали где На потолке Заготовили большой бак Воды кипяченой Утром рано Когда потемка была Внезапно свет зажгли Лопатой срезали Чтобы он сразу упал в воду С кипятком И крышкой закрыли А в другом месте Нашли где они в дупле Ну выход один нашли А там два было Лакарат зажгли Они начали вылетать Мы поливаем А они кверху Ну попало нам конечно Это шершни Это очень сильные Они С ульем Пчел разделываются В течении двух-трех часов И их не одно Всем голову отрезают Отрывают Это деревня Я вот говорил в прошлый раз Про эти щели Вот которые Вот зайди сюда Дело оказалось Немаленько не так Как я говорил Дом то сделан на фундаменте Фундамент тот целый Это добавочный фундамент Когда Саманный дом Его Укрепляли И оказалось Что здесь Вот там За стропила За балки Два стежа Вот они где Сейчас ветром Крышу не сдуло Бывает ветры сильные Ну и Фундамент Маленький подвели Там Вот они Забитый Видно Фундамент В этот Не фундамент В стену Вот они Маленькие Вот И поэтому Оно маленько дало А на самом деле Это Внутри стена Не лопнутая Это ту Которую Облицовывали Ну естественно Что Фундамент Под нее был маленький Заведенный Без арматура Но теперь Протенеть надо Я думал Вот она Вторая Вот они Где Вчера батюшка приехал И рассказал Как дело обстояло Он как раз Обкладывал Тут все Дома Которые в начале Стамана делали Обкладывали Кирпичные Это все Его работа Он Камящий Профессиональный Но в Барнауле Еще он Маленький был ПЗУшник Выставляли на соревнования Областные Краевые Ну вот так Труба стоит Вода Качается Надо Запомнить Вода Всегда идет Внизу Дыльки Вверху Вот Братья наши Трудятся Сергей Павлович Пупков И Ваня Дробот Тяжелое Занятие Бог дался нам Человечески Клен Он так Сорняк Растет Но и в то же время Он в потерявке Заменяет нам строительный материал Это жерди Делаем Заборы Лестницы Надежда Васильевна уже и баньку Истопила Да Где же там Татьяна Задержалась Вот Это вот Предбанник Свет Тут уже Вчера провели Оооо Камера пропадет Тут воды Больше наливайте Париться Езди Там Камни Лежат Ой 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 Так охота Попариться Давай я сейчас Затоплю Вот один только И уже горячий Там Отдушина Здесь Окошечко Что-то Кресты Какие-то Рядом Ты сама что-ли будешь Париться Здесь еще Ну выпусти меня Выйди на улицу Вот так Все-все-все Стой здесь Не ходи на улицу Лампочка горит уже Ребята убежали туда Слава Христу Виктор Николаевич приехал На своей машине Ямахи Вот ждут гостей Сегодня Чистят колодец Шесть метров Лестницу сделали Вот сейчас она С глиной качает Виктор Николаевич Ведрами носит Володя Там Володя Там Володя А? Там много воды? Нет Немного осталось Давайте вытаскивать Главное интересует Что упало там мусор А ты не знаешь Днище там есть Нету колодки Надо узнать Надо узнать Как это будет Вам скажу Много глины Я не могу Глины Говорит много Ну глину надо выбирать Лопату опустишь ему Вера Вера Можно лопатой Чуть-чуть Попробовать До пола Каждый раз Страшусь Глядя на тополя Ужас какой Семь, да? Да О, видишь сколько глубокий Здесь выше местных Это главное Работает насос Одновременно Вот он Гонит такую кульку Котянок купила Прислала Вот оно Воды много Я знаю Что это Квадрат равен Пьер в квадрате И на высоту Сейчас я точно Сказать не могу Сейчас пойду Бумажку возьму Посчитаю Сколько тут Накопитель воды берется Где он там Володя А я здесь Ну давай вылазь Все Пошел Лесницу будете вытаскивать Вера Поднимайся Понимайте Давайте Сережа тут Виктор Николаевич Руководит С вашими козырьками Да очками Вас вообще не видно Вот Козырьки то все Поверните назад Снимайте Смотрите кто Тут у вас Тут у вас жарко Спецназ Холодец Ой-ой-ой Спецназ Вот он Володя На глубине там 6 с лишним метров Потихоньку Володенька слазь Когда чистенький будет Да Все Сейчас будем снимать Это вытаскивать Отвязывайте Лестницу Так Отходи Нестер Помогать будешь Берем С ту сторону Только Определенно Привязывали Сейчас Поднимайте Одну за другой Перехватывайте этими Вилами Куда упираться то Вилами Вилами Перехватывайте Я же сказал Подожди Отойди Отойди Это сделать Так А куда вилами то упираться Ну с той стороны В эту упирать то Куда то упирать то Не в лесенке упирай Потому что они высоко то Не могут взять Ты че Повыше поднимай Сережа Вилы то поднимай Повыше Чтоб ты Ты то ли совсем не поднимаешь Ну упираться Когда падать то будет Вот так то Поддерживай Работники то никакие Каждое дело Что из города приехали А деревенские Абсолютно все знают Так Потихоньку Выше Перехватывай Держи Не сломай лестницу Оооо Слава тебе господи Вооо Ее надо замерить Сколько она у нас Ну замерите Я побежал от вас Все Ну давай замерите Тесто подходит Побежал У меня там У меня рулетка есть в лагере Да ну в лагере Это так понятно Сережа меряет Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь 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 метров Все Слава тебе господи Давайте закрывайте крышкой Маленько надвиньте крышку И сразу опускайте насос Насос так нельзя опускать Его надо в сыром месте Иначе глину он качал Видишь какая пульпа Садей Не стратегия Это туда Так Вах Подвиньте Вот так Сейчас будете опускать Маленько туда сдвиньте его На себя Сейчас насос опустить надо Покрышку сдвиньте пока Вот так Опускайте насос Ну подальше Давайте берите Это мы его сегодня привязали Аккуратненько Опускайте Сережа Держи так Вот так Во Все тут толкутся Воду пить буду чистую Банька уже Надежда Васильевна Истопила Хозяйки Которая приедет Новоселова Вот так Новоселов встречают Колодец Есть Деревья Раскорчевали Все Расчистили Баня Сколько от дна Надо делать Сколько от дна Делать надо Днище От дна Насос чтобы был От воды Чтобы он не доставал Хотя 7,4-10 До дна Хотя бы не доставал Маленько его погрузи чуть-чуть Сейчас мы попробуем Продуть его надо скорее Так Включи его там Опусти чуть-чуть Маленько Вот один Сережа Там только взрослый Давай себе включать Вот она Сейчас Чуть-чуть лишь бы захватывал Вот пускай прогоняет Там надо чтобы это Стоялось Ну пусть она отстоится Да и все Сейчас прогнать Маленько надо подержи Иначе глина осядет Насоси и не прогонишь Ааа Чего вы такие Аааа Эх ты город Смеются над деревней Да деревня все может Вот Ерема тебе сколько лет 13 Сколько говорит 13 13 А он уже сколько лет На машине ездишь Ну второй год Второй год Второй год С одиннадцати лет С одиннадцати лет Они самолет могут водить Уже Показали бы только где-нибудь На мотоцикле На машине ездить На комбайне с отцом Поехал Любую работу Еще не посмотришь О Виктор Николаевич Покатил в лагерь Вот там уставший Нестор сидит Ваня там в гвозде где-то Володя только что вылез из колодца Это главный наш труженик Букаш настоящий Вот он как Он не видит даже что его снимают Еще у него Ух В глубине 7 метров сидел в воде Интересно смотреть когда человек не знает что снимают его Сегодня Сегодня уже у нас 7 августа 14 года Что жены такие Вот А мы здесь с Ваней эту траву рвем И вывозим Вместе со всяким мусором Вот 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 Сегодня у нас 7 августа 2014 год Работа идет полным ходом Ваня Уже к концу Постелим Вот Тут Угнать Тихович Чтобы никакой листвы не было Это мы готовим дом Хозяевам с новым Все Так Ваня Чуть лоха здесь захватил Вот Нестор Дробот Ваня ну-ка глянь сюда Ваня Давай Вот Вот Так И куда сейчас Вот Дальше берите ребята там Кладем Ваня Положи сюда Бери Понесли нам некогда тут стоять Быстрее Помощники мои дорогие Как у них получается все хорошо Ловко Они тут у меня за лето научились все делать Вот Повысить Вот Давай сейчас быстренько переходим Опа Пускай городские смотрят А вот сейчас смотри Ребята на новом месте Постойте Я подойду Отойдя Это все работа. Работа по заповеди Божьей. В поте лица будет есть хлеб свой. Посмотри. Выполняем заповедь. Не компьютерные игры, а вот. В поте лица. Так, расстилайте здесь. Хорошая, но холючая. Так, ставьте подальше. Вот так. Выполняй. Да, смейте там. Это тут несколько лет не убиралось. А мы уберем, а хозяева приедут и будут радоваться. А нам благодарение Богу. Вот она где. Ну, где человек делает один там, допустим. Приедет кто-то. Приедет, а тут все в порядке. Давай, Ваня. Правило все входит. Сады хорошие. Тут можно входит, что угодно растет. Виноград растет, яблоки растут. Некоторые домашних условиях даже цитрусовые. А виноградские береги это уже никого не удивишь. Говорят им про облепиховые плантации громадные. У меня просто от ожоговых центров. Гвозди не покупаем пока. Нету старые. Дерем. И вот такая аккуратная щурочка. Маленький молоточек. Маленький отросточек. А большому вот так, пожалуйста. Это ребята не эгоисты. Они чужую воду не прячут. Пожалуйста. Что? Не нравится что-то там грозится. Пришли на письмо, а воды нет. Утащил кто-то у нас ее. Пришлось ехать в колодец. Приехал свой. Очиститься может дня через два года. Вот. Сверстники посмотрят, как в Потеряевке работают ребята. Городские. Приехали. Нестор. Ваня тоже. Маленькие гвозди. Эти гвозди-то даже. Выбросить их никто не поднимет. Пожалуйста. Вот она Россия. Это мы. Россия должна встать. Я как еще не делаю, не вижу. Все с Россией сравниваю. Мне кажется, Россия вот такой изогнутый ржавый гвоздь. Никому не нужен и всем вредит. Переменеть надо отношения к другим. Не так, чтобы нас уважали и боялись. Уважали и боялись. Придумали это. Возвестите людям истину Господню. Расскажите им о Христе. Не трожьте никого. Столько свободы Бог дал. Особенно здесь проиграла православная церковь. Так ждали, что начнется перестройка. Сейчас они тут двинут. Ничего подобного. Деньги, храмы, деньги, храмы, мощи. То есть, как помешанные все. Не о Христе никто не говорит. Выступает патриарх. Минут десять-пятнадцать. Чаплин тоже. Слово Библия вообще не упоминает. Ее иначе нельзя назвать как Слово Божие. Священное Писание. Святая Библия. Люди не знают. Не очищены. Живут во грехах. Ничего не знают совершенно. И поэтому какие-то сектанты. Надо еще благодарить их, что побудили все-таки издать Библию. Это библейское британское общество. Я долго не мог понять, почему так противились архиереи Библии на русском языке. Потом нашел. Они сделали записку, что если Библия будет у народа, будет в стране революция. Я подумал, они помешанные все. И только потом дошел до этой истины. Да это правда же. Правда. Потому что народ увидит, в клочки разнесет попов. Тысячу лет шли туда совсем. Без Святой Библии свет погасил. Господь все время обращался к евреям. Как читали. Как написано. От них читали не написано. Ничего нету. Службу отстояли. Обедня. Все связано со шревом. Обедня. Какая обедня. Новое поколение растет. Выправляет старые гвозди. Пошел в огород посмотреть, что тут делает Сергей Павлович. А что он делает? Больше десяти лет тут никого не было. Сетка рабица. Вот. Он ее тут из-под земли достает. Эти натягивает. Там были провода какие-то. Все. А всех-то рабица досталось так. Я был в Америке. Много выступал. И однажды на одном большом собрании. Там о нем везде было известно. Там были и китайцы, и корейцы. Переводили и говорят. Это мне сказали. И вдруг один подходит. Иосиф Дегранде. Нигде не могу найти его. И говорит. А можно на ваш счет деньги перевести? Я говорю. А как перевести? Я ничего не знаю. Ну вот это. Доллары там начинают. Ну переводил. Он пять тысяч сразу дал. Он в семинаре учился вроде бы. А куда деньги? Они у нас в магазине не принимают. Я их в руках не держал. Вообще ничего не знаю. Сказали можно обменять. Вот представьте. Это в девяносто втором году было. В июле. Я с тридцать девятого года. Вот считай. И даже не знал, что где-то деньги обменивают там. Вообще не знал. Рубль заработал. Проел. Второе отдал кому надо нуждающимся. Но оказалось. Жить можно по другому. Я бы его нашел. Он хотел, чтобы я ему выслал пригласительные. Но я не мог найти адрес. И никто не может сказать где он есть. На эти деньги я купил рабицы. Полный самосвал. Деревня только начиналась. И в каждый дом дал. Ну по сколько тут я не знаю. Ну метров по пятьдесят. По сто. Рабицы. Ехали дорога. И въезжая только на Паново. Заезжаешь. Ребрихинского района. Алтайского края. Ну и. Был снег. Растаял. Потом тюкнул мороз. Опять растаяло. Как маслом дорога. И завиляла наша машина. Ну перед смертью. Говорит молитву считать. И я до этого вроде молитву считал. А тут все забыл. Только нет нет. Этого не может быть. Машина кувырк. Камаз. Грохот раздался. И я оказался в кабине внизу заваленный. Шофер испугался. Меня нету. Когда меня вытащил. Кровь тут еще. Я. Руку то не могу повернуть. Я подумал руку отломила совсем. Ну. Не совсем. Ну а потом наняли большие кразы. Машины. Нас. Подняли на ноги. На колеса. Кое еще собрали. Передавили. Там. Она лежала в рулонах. Вот эта рабица. Мы дали. Ее нельзя продавать. Никому я сказал. Кто будет. И вот с под земли. Вот спустя. Это. С 92го. Считаю. 22 года назад. И она опять заговорила. Это рабица. Новым людям. Мы из под земли достали. Она уже. Думали. Згнила маленько. Вот Сергей Павлович. Пупков этим занимается. Выправляет. Вот. Работаем неделю. На этой. Усадьбе. Подготавливаем ее. Видите. Все сколько спилено. Ну. Уже. Видно. Вот. Это. Как ограда. Теперь идет. Естественно. Кладем. Как брусер. Дальше. Что. Напилено. Это все. Во славу Божию. Как это во славу. Ну. Так что. Мы любим нашего Господа Иисуса Христа. А эти дети. Божие. Верующие. Едут. А откуда они. А если мусульмане. Мне начинают. Ну. Что. Мусульмане. Тоже Бог сотворил. У нас много общего. Один создатель нас. Сережа. Это не надо хорошее. А если хорошее. Посмотри. Ну. Да. Она на дрова пойдет. Разницы нет. У меня в лагере и баптисты. И адвентисты. Кого бы не было. Никого мы не принуждаем молиться. Как. Ну. По своему молятся. А в конце сезона. Все уже. Молятся по православному. Они увидят. Дела. Говорят. Твои. Они. Не слова только. У нас были такие. Ну. Родители сами. Слово жизни. Что ли. Называется. Или новая жизнь. Как-то так. Вот. Называют. У них сын. Хороший. Юрка. Наши дети где-то бегают. Прыгают. А он сядет один в столовой. И считает. Ну. У вас. Так. Ну. Можешь. А они. Когда приехали. Родители. Он стоит. Молится. Рукой. Крестится. И. Ой. Юрка. Ты совсем православный стал. Ну. Вот так. Люди хорошие. Он никогда православным может не будет. Ну. Жития посчитали тут. И он говорит. У вас интересно в православных. Зимой как-то голые ходят. Ну. Жития святых. О. Сергей нашел только что. Коса. Вот. Ну. Значит. мы скандируем. И кто скажет. Вот это матушка Россия. Другого нет. Россия славилась не этим. Славилась добротой. И. Никогда тут не были лишние никто. Ни евреи. Ни татары. Придумали воевать друг с другом. Это все придет после. Заходи в комнату. Это кто Рэм? Ну. А это Маша Барабаша. Вот ее дома то не было. Вот они где с хлопцами. Еще пришла то. Да вам документы надо еще отсканировать? Надо. Я сейчас приеду. Все договорились. Двадцать один документ я посчитал. Ну. Люди просят. Нам еще не стоит. Это минутное дело. Я то. Когда уезжал. Я все буквально сделал. Паспорты. Военные билеты. Трудовые. Свои. Викторовы. Даже нужды никакой нету. Отлетает только. Договорились. Да? Да. Красиво. Это тоже вышло. Отпарилось. Сейчас так и говорил. Я говорю. Ты ложись днем. Ну. Вали то другое. Не надо на нее еще смотреть. Днем нельзя никогда ложиться. Это вредно. Рэм. Да какой замечательный песик. Ну. Посмотрим. Знаешь что я попрошу тебе. Ты сейчас. Вот они как. В городе говорят. Квартиры сдавать под ключ. Благоустроенно. Как не устраивая. А воздуха того нет. Туалет. У нас один приехал. Проповедник. Из пятидесятников. Ну. В городе. Первый раз. Стальминки. А где туалет? Рядом с кухней. Он побыл. Не знаю. Говорит. Не могу сходить. И все. Это надо совесть было дома оставить. А потом приехать. Видите. Собрали. Что были. Здесь. Старые доски раскопали. Новое все. И уже по ленису поставили. Сейчас углярку надо. Подправить. А тут ребята наши. Работают. Как мужики. Протрезвясь. После семидесятилетнего. Угара. Запоя. Это у нас. Степотворение. Поется. Про лагерь. Вот они. Видите. Какой взмах у них. Настоящие мужики. Русские. Вот у нас. Иначе. Начальник лагеря. Стана. Надежда Васильевна. Лапами. Крутятся. А вот батюшка. Отец. Знаете. Говорят. Я не женат. А это кто? Ну. С кем бы я пилил. Несет мужик. А ты куда с пилой то? Да пила дома осталась. Говорит. Это. Это. А батюшка пришел. Сколько говорится. Я ничего не слышал. Я не переживаю. Почему? А я знаю. Уголами скажешь. А это слово то. Рот расклой. Я уже думаю. Щет так был. Стратится. Зря. Давай. 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 Что ты поймала меня и не пропускаешь. О чем заботиться? О столбике или чтобы не пилить? Нет. О столбике. Хороший столбик. Ты не знаешь хозяев какие столбики надо. Я даже стою. Я не переживаю. Столбик или не столбик. Знаю что делают они. Какие столбики. А ты переживаешь. Столбик или не столбик. Это то что ты говоришь. Сейчас же тебе сказал. Добрый десяток раз. Это плен. Твердая палка. Вот так он в деле палку открыть. И то вы стараетесь выше. Драматнее. Более как бы сказал. Опытнее. Десятое августа 2014 года. доброе утро здесь а здесь на месте мои труженики благодетели наш отец другая другая я вышла и глазам не верят мы тут шесть человек больше не дели это тебя из твоего сада отдельно это жердя отдельно будут солбушки вот это вот который посередке не убирать нет нет это для колоть дрова доброе утро добрый день обнимай кто такой Данила 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 а что ты без бороды то без бороды что-то разбитый да это простуда простуда вот как вот сядь все кто там еще добрый день веру обнимайте Данил слава восходу за чего дорогу ладно ладно все ладно все закрыто было никого все пошли все пошли в храме у нас нельзя с надписями надо обдумать сейчас дадут снимут а это вот дадете снимать не надо надписи что-то надо придумать это первый раз вы просто не знаете подсказать надо это у нас устав мы его не можем нарушить конечно все нормально нет это ничего вот это вот да еще нормально только святые святые могут быть растительное происхождение а остальное у нас в уставе написано поэтому мы не можем его нарушить мы все будем по уставу понятно это вы приехали на пол первого я видел что мужчина прошла пол двенадцатого мы приехали что главную работу делал вот этот небольшой человек он на колени и с ползал в доли по передачу Вон мой хороший это уже солишняк был рубить и рубить тысячи десятки тысяч ударов он сделал подрубал и каждый вот она все видишь как Ты вокруг, когда пройдешь, увидишь, сколько там деревьев повалено, чтобы освободить тени, чтобы не было на огороде. Дрова уже рядом. Да слава тебе, Господи! Что ж не достойно так вот делать? А вот Господь сделал так. Это место, запомни, самое удобное для разведения винограда другого. Здесь все в тенечке. До самого обеда солнышко светит. Ну вот. И от всех ветров непогода закрыта. Господь благословит. Пойдемте. Пошли. Пошли. Посмотри, есть что надеть другое-то? Да, у него есть, да. Еще нет, надень. У него есть, да, надень. Поискок, чтоб на ребенке было. Вот так. Господь милостиво показал людям, что за работа тут идет. Сейчас первый раз они выходят. Я их попрошу, чтобы они вместе вышли. Вот. Так они все хотят? Здесь обед устроить что ли? Да. Да. Что-то гляжу, вчера тут рыбу чистят, барашка колят. Уже время 10 часов 11. Они что-то там шашлыки или что-то там готовят, не пойму. Или плов. Вот так. Там-то не прибили, вот это одна всего только. Да. Пускай поторапливается. Ну ладно, пойдемте, пойдемте скорее, а то опоздаем. Еще им кошку надо будет подарить. Ой-ой-ой. А сколько мы дней здесь провели, такой радости? Конечно. Это Господь так устроил, что такой ясный день. Ни дождя, ничего нет. Совершенно необычно все. Мы-то помним здесь какие были. Здесь жил Мерлинов. Он был кузнецом, великий мастер. Так, пошли. Ну, первый выход в храм. Вот. Ну, а где шапочка ему? Вот, вот. Шапочка. Давай, типа, куда? Это рябина. Рябинка. Оставили кое-что. Вот это яблоньки. Видишь какие-то? Вот это. Вот было вырублено. Калиточку сделали. Ворота переделали. Туалет. Все там. Ой, как. Все в России. Пошли в России. Возьми его, чтобы он по дорожке прошел. Все в России. Пойдем, а то он на штанишки замочишь. Пойдем. Все, подходите к храму. Пошли. Первый выход в храм. Пошли. Давайте, мы вас там сделаем. Так. Направо устав. Сразу к уставу подводи. Вот у нас направо устав. Там стоит старость, он покажет вам. Посчитать. Мужчина направо, женщина налево. Так. Тутpresaь fought, по-толщине. Немного подвода. Не надоod excel. Слава богу. Проходите. Немного. Нет, нет cuerpo. Вот так. Вон тамcode suite. стоять. Там стульчики есть, подскажи все. Немножко. Устал, подойди, как считаешь. Тоже дверь пока закрыт, параллель. Ты его рядом поставишь, между мной и... Нет, тут стоять, где ближе двигать не надо. Что? С пыльчкой надо поставить. Вот, рисовать. Кто-то читает его вон. Обещал приехать и приехал. Говорю, молодец. Обещание. Подумали, что они другие. А вот у меня есть еще. Возьмите. Мне вторую дали. Пределение, что сегодня занятия будут. А тут что-то еще готовилось. Батюшка. Кто знает, что. Извините, надо в 12 часов. Так. Во сколько занятия будет? В лагерь на тему деревьев. В 12. Да-да, в 12. В 12. Согласны? Согласна. Сейчас сколько? Без 15 и 10. Без 15 и 10. То есть 2 часа. Между этим что-то еще есть, что занимает? Конечно. Да, сейчас будет освещение домика и... Новоселье, да, Татьяна будет? Вот приехали. Считается за новотелов пока. Дальше видно будет. Татьяна. Это кто будет? Катя, Катя, Катя. Это кто? Это сын. В мадере уже был. Ты что, забыл? Подожди, потом подскажешь, когда я все забуду. А это кто? Арсений. Я, Арсений. А ты че? Кто у тебя мама? Бой. А папа? Ну все, Катяна. Дорогу домой найдет. А ты баба, да? Ну, вот дальше будет видно, как будет. Вы знаете, тут где угловой домик, где мы готовились. Ну, по крайней мере, вода уже есть, свет есть. Остальное, смотрите, как у людей. Спрашивайте, что по хозяйству нужно, начиная с этого дома. Я вам как пример могу на сегодняшний день показать более всего вам подходящее. Вот руки на груди. Я не знаю, старшая сестра, наверное, да? Вот, Любовь. Ивановна? Александровна. Александровна. И тогда после Любы до этого. Одна приехала, одна. Дом построила, калубус построил, коров держала, овечи, уток. И у кого столько не было, как у нее гусей, там заполнилось. Одна. Вот образец. Просто в деревне не работать надо, а пахать, как говорят. Поэтому батюшка он пошел на освещение. Ну и все. И 12 не забывайте в лагерь и готовьте, что есть по дереву. Мама, где я дам? Мама, где я дам? Маме, где я дам? Маме, где я дам? Я не знаю, что могу поставить на горение тепли. Необижательство. Пошло, чтобы кто-то уже не проваливаться. Тут ходит, где-то нам чистят. Надо не засыпать. Снаружи полиция, 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 полиция... Любовь Александровна, позволите мне перебросить... А почему не перебросить? Возвольте, можно? А когда мы это делали? Мы делали. А что я именно видел?